Ремонт проходил очень быстро, три месяца. ФАП оснащен необходимым оборудованием и мебелью, согласно брендбука Минздрава Московской области. Экскурсию по обновленному фельдшерско-акушерскому пункту, или сокращенно ФАПу, в поселке Дубровский, проводит заместитель главного врача Винновской районной клинической больницы Тимур Асанов. На открытие приехали представители руководства Ленинского округа и территориального отдела. Здесь можно получить консультацию специалистов, в том числе путем телемедицинской консультации. А сколько докторов у вас в ФАПе будет работать? У нас здесь фельдшер, врач-акушерогинеколог. Это пока для ФАПа. Плюс будут обязательно осуществляться выезды узкопрофильных специалистов, как взрослого, так и детского населения на регулярной основе. Раньше местным жителям нужно было ехать в видно или в амбулатории соседних поселений. Теперь они постоянно будут иметь возможность не только обратиться к специалистам за медицинской помощью и консультациями, но и получить необходимые лекарства. Если на сегодняшний день пациентам приходилось ездить в видное, либо в поселок Бутово за получением льготных препаратов, сейчас это будет возможно рядом с домом в ближайшем ФАПе. Ближайший ФАП – это вот именно наш ФАП. Фельдшерско-акушерский пункт укомплектован всем необходимым оборудованием в соответствии с нормами Министерства здравоохранения. И несмотря на то, что работа проделана большая, уже есть планы на ближайшее будущее. Будем продвигать этот вопрос, и он у нас уже, можно сказать, на контроле. Это сделать его дневной стационар. Пусть небольшой, пусть будут три-четыре койки, но для того, чтобы сделать внутривенные какие-то другие лекарства, ездить, конечно, далеко до нашей видной. Открыть дневной стационар планируется уже в начале следующего года. Для того, чтобы проект ФАПа был воплощен в жизнь, немало усилий приложили руководство ВРКБ и администрации округа, а также сотрудники территориального отдела Булатниковская. После пандемии, когда мы оценили все объемы прикрепленных людей, количество и требования все по вакцинации и по диспансеризации, мы поняли, что нам не справиться. И тогда мы решили уплотнить здание администрации, перевести сюда как раз культурно-досуговую службу нашу предприятия, и здесь как бы разместить дополнительные мощности наших медиков. В настоящий момент к медицинскому учреждению в поселке Дубровский прикреплено более 6600 человек. Первые пациенты уже записались на прием. Небольшой сувенир от нас. Я думаю, что вот эта вот лампа вам нужна будет работать. Ребята, спасибо вам большое, чтобы все у нас получилось. Здоровья нам, нашим жителям. С наступающим. Будем дарить свет. Да. С вам и здоровья. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.